Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги субботника, прошедшего в Самаре в минувшие выходные, обсудили на совещании в мэрии. Его провела глава города Елена Лапушкина. Кроме того, обсудили подготовку к празднованию Дня Победы. Главы районов рассказали, какие мероприятия запланированы у них к этой дате. Подробности в нашем сюжете. Итоги субботника подвели на еженедельном совещании в администрации города под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. В уборке города было задействовано 365 единиц техники, в том числе 88 самосвалов, которые вывезли 2558 кубометров мусора. Главы районов рассказали, как прошла уборка на их территориях. На расчистку города выходили муниципальные служащие, депутаты, сотрудники предприятий, ТСЖ, ЖСК, жители города. Глава Самары Елена Лапушкина подчеркнула, мало мусор собрать. Нужно проконтролировать его вывоз, чтобы он снова не оказался на газонах. И это задача глав районов. Вывоз мусора крайне важен. Не забывайте обращать внимание на граффити. Тоже с этим надо справляться. Сейчас погода уже позволяет. Глава Департамента физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов рассказал об итогах работы за 2021 год и о планах на 2022. По итогам прошедшего года показатели федерального проекта «Спорт. Нормы жизни» и национального проекта «Демография» были достигнуты. Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет, по итогам года составила почти 50%. Несколько спортивных объектов города отремонтировали. Так завершен капитальный ремонт баскетбольного комплекса «Орбита», площадка которого очень востребована. Большая часть работ выполнена за счет внебюджетных источников. Вот как раз на капитальном ремонте шоуру номер 13 «Орбита» я хотел бы остановиться чуть подробнее на следующем слайде. Был полностью отремонтирован капитальный фасад. Фасад вентилируемый, замечательно красивый. Также полностью были отремонтированы внутренние помещения. Они как раз представлены на картинках. Это и раздевалки, и душевые, и зону восстановительного центра. На текущий момент комплекс у нас замечательно красивый. И я считаю, что это лучший баскетбольный зал в Самарском, в Самаре. Для удобства жителей зимой в городе было залито 128 ледовых площадок. В Самаре работают 105 тренеров по месту жительства. На базе средних школ открыто 56 отделений по разным видам спорта. Почти 9 тысяч человек в 2021 году сдавали нормы ГТО. 4 223 участника достигли наивысшего результата. Выдана стипендия 25-ти младым спортсменам. В ближайшее время Департамент физкультуры и спорта планирует запустить приложение, по которому можно будет отслеживать тренировочный процесс и успехи своего ребенка. На совещании обсудили и подготовку к празднованию Дня весны и Труда и Дня Победы. В этом году все праздничные мероприятия, в том числе шествия Бессмертного полка, пройдут в очном формате. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Экватор весны в Самаре отметили большим субботником. 40 тысяч человек вышли на улицы города, чтобы навести чистоту после зимы во дворах и любимых общественных пространствах. Глава Самары Елены Лапушкиной наводила порядок на улице Ленинградской. Об этом расскажут наши корреспонденты. Чисто там, где метут, моют и красят, к летнему сезону преображается Самарский Арбат. Вооружившись инвентарем на Ленинградскую вышли представители администрации, коммунальных служб и служб благоустройства, общественники и волонтеры. На территории улицы Ленинградской сегодня планируется, но помимо общего приведения в порядок самой улицы, которая предварительно все-таки уже прошла, процедура очищения, мы сегодня красим аллею наших почетных граждан. Привести в порядок пешеходную улицу города решила и глава Самары Елена Лапушкина. Когда подела улицу Ленинградскую в предыдущие свои обходы Самарского района, вот для себя поставила план, что, конечно, надо навести на ней порядок. Это касается и люков наших колодцев, это касается и лавочек, но и, безусловно, внешнего вида наших почетных граждан, как они выглядят на этой улице. Поэтому я сегодня здесь. Когда мы все вместе, город быстрее приводится в порядок и, соответственно, настроение у всех становится совсем другим. На субботник только в Самарском районе города вышли 2000 человек. Это и соцслужбы, и промышленные предприятия, школы, СУЗы, ВУЗы и, конечно, неравнодушные жители. В прошлом году в связи с пандемией не получилось вывести такое большое количество людей, а люди хотели. И разговаривал сам с жителями. Жители очень позитивно воспринимают, на солнышке поработать хотят, убрать свои дворовые территории. Все делают с удовольствием. Всего муниципальный субботник второй в этом месяце собрал около 40 тысяч любителей чистоты. С 1 апреля в наведении порядка на самарских улицах и во дворах приняли участие почти 80 тысяч человек. Следующий субботник общегородской состоится 23 апреля. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. Особое внимание во время субботника уделили пространствам, которые участвуют в рейтинговом голосовании за благоустройство в будущем году. В советском районе Самары таких территорий три. Одна из них – сквер возле Дома культуры Самарец. Там на субботнике побывал Михаил Ермоленко. В прошедшие выходные на уборку Самары вышел весь город. Так только в одном советском районе дворы и общественные пространства привозили в порядок более 5 тысяч человек. Особое внимание уделили территориям, которые участвуют в рейтинговом голосовании за благоустройство в будущем году. В советском районе три таких пространства. Одно из них – сквер Самарец. Жители уже знают, каким хотят видеть сквер после обновления. Самарцы, согласно опросу, изъявили желание, конечно, видеть в том варианте, в каком он был в 40-е годы. Старые литые лавки должны быть, фонарные столбы, примерно те же урны. Это концепция, так как он выглядел в 45-м году. То, что это рабочая безымянка тех лет, это говорит о многом. Сердце рабочей безымянки, так сквер Самарец, прозвали жители советского района. Ежегодно в апреле они выходят очищать пространство от мусора, пыли и грязи, скопившихся за зиму. В этот раз в субботнике приняли участие 300 человек. Уже скоро в сквере зацветут деревья и распустятся первые цветы, поэтому жителям хочется как можно быстрее привести его в порядок. Очень красиво, здесь много яблонь, и поэтому выходить бабулечкам и дедулечкам, людям старшего поколения, одно удовольствие прогуливают. Здесь рябины очень красивые цветут, потом ландшафтный дизайн, это все очень красиво. Во время субботника в сквере Самарец работали волонтеры. Они рассказывали жителям о пространствах, которые могут быть обновлены в 2023 году по программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Напоминаем, что проголосовать за территорию можно до 30 мая на платформе 63.городсреда.ру. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, События. Наводили порядок и во всех скверах, примыкающих к площади Куйбышева. Там городским служащим помогали участники многонациональной молодежной экологической акции. Подробности в нашем сюжете. Солнечная погода и хорошая кампания. Что еще нужно для проведения отличного субботника? Представители Самарской, Армянской национально-культурной автономии и Волжского казачьего войска знают, что этого вполне достаточно, чтобы вместе приводить город в порядок после зимы. Надо следить, где мы живем. Это наш дом общий. И надо объединиться, надо соблюдать чистоту, порядок и начать из себя. Вот и мы что и делали. Такой дружной кампанией активисты проводят городскую многонациональную молодежную экологическую акцию уже пять лет подряд. За это время волонтеры помогали высаживать крупноразмерные ели возле доказаря, облагораживали четвертую очередь набережной и другие знаковые городские места. Провели первый экологический субботник еще в 2017 году. С тех пор эти субботники повторялись. Мы должны встретить гостей нашего города и преподнести для жителей нашего города чистоту и порядок. Самарские социально ориентированные некоммерческие организации ежегодно участвуют в проведении месячника по благоустройству. Когда ты чувствуешь плечо друга, когда вместе осуществляешь какую-то деятельность, то здесь, естественно, возникают более крепкие отношения, отличные от отношений рабочих, от отношений кабинетных. И, естественно, когда ты видишь зримо результат своего труда, когда ты видишь, как город становится чище, все это дает нам возможность надеяться на то, что наша дальнейшая деятельность будет столь же плодотворной в других областях деятельности. В этот раз активисты оставили после себя в чистоте сквер номер один на площади Куйбышева. Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков. События. А на Воронежских озерах экоактивисты во время субботника рассказали о необходимости правильно сортировать мусор, а также показали, как разделять виды пластика во время уборки парковой зоны. Как приводили в порядок общественное пространство, расскажем в сюжете. Второй год подряд во время месячника по благоустройству Екатерина Ревинская с командой единомышленников и представителями Центра управления регионом Самарской области выходят убирать знаковые места Самары. Это трудно назвать обычным субботником. На площадке играет музыка, угощает чаем и закусками, проводит конкурсы. В этом году привести в порядок решили парк Воронежские озера. Очень хотелось убраться где-то, не только в центре города, но и где-то поближе к окраине, поближе к каких-то промышленных, возможно, районах. Потому что Самара – это же не только красивый центр. Это весь наш город, весь большой мегаполис, и, несомненно, он весь заслуживает быть чистым. Поэтому в этом году принципиально хотелось именно что-то подальше. На Воронежские озера пришли 200 человек-участников. С организацией такого полезного досуга помогли районная администрация и муниципальное предприятие парки Самары. Участников обеспечили инвентарем и сами вышли помогать с уборкой, чтобы одно из излюбленных мест самарцев радовало и дальше. На самом деле место уникальное. Вот эти вот озера, если вы заметили, здесь обитают на этих озерах утки. Я считаю, что очень важное пространство. Сюда приезжают не только жители близлежащих, так скажем, районов, но и жители всего города. Помогают с уборкой и экоактивисты. Следят за тем, как собирается мусор, а также рассказывают о пользе и необходимости раздельного сбора. Я решила сделать упор на микропластик. Это вот такие вот разные мишура, она пластиковая, будет разлагаться в земле, в почве, превращаясь в микропластик и засоряя, загрязняя нашу окружающую среду. Поэтому лучше отказаться от таких видов развлечений, удовольствий. И то, что уже есть на земле, это собирать. Это очень важно. Парк Воронежские озера был выбран не случайно. Часть территории попала в топ-20 рейтингового голосования за благоустройство в 2023 году по программе «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Одну часть этого пространства уже начали благоустраивать. Реконструируют знаменитый фонтан и обустроят входную зону. Логично будет произвести дальнейшее благоустройство остальной части парка Воронежские озера, который будет включать в возведение велодорожек с велопарковками, возведение дополнительных световых опор, установка малых архитектурных форм, установка уличной мебели. Также будет возведена хоккейная калда. Будут устроены разнообразные спортивные и детские площадки. Напомним, что в Самаре стартовал прием голосов за объекты, которые могут быть благоустроены в следующем году. Проголосовать за понравившуюся территорию можно на платформе 63городсреда.ру. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Тонны бытового мусора собрали городские депутаты, школьники и местные жители на берегу Волги от загородного парка до набережной Уладьи. Экологическая акция во время субботника на этой территории проходит не первый год. На этот раз к самарцам присоединились и жители сел и городов области, а также жители других регионов, расположенных вдоль реки. Свой мешок мусора собрал и Сергей Кизоркин. По инициативе городских депутатов уборка побережья Волги в рамках месячника по благоустройству становится новой хорошей традицией. Делается это для того, чтобы паводковые воды не уносили с собой мусор, оставленный нерадивыми отдыхающими на берегу. Присоединяются к акции все неравнодушные самарцы. Подключается к субботникам и самарская молодежь. Старшеклассники 74-й школы со 116-го километра специально приехали в Октябрьский район помочь местным жителям в их благородном деле по уборке бытового мусора. Бутылок, одноразовые посуды и пластиковых пакетов с берега Волги. Опыт есть, рассказывают школьники. Не первый год субботничают у себя в районе. Мы тут уже часа полтора и все равно мусора еще очень много. У нас тут порядка 20-25 человек. Мы каждый, наверное, уже по пакету три точно больших собрали. Организаторы экологического десанта – городские депутаты. Они вышли на субботник на пляже лейтенанта Шмидта. Очищают от мусора берег от загородного парка до четвертой очереди набережной. Городская администрация вывезла собранные отходы. Свою лепту в экологическую безопасность реки внесли более ста добровольцев. Посмотрев масштаб бедствия, мы работали в районе загородного парка. И вот буквально в зоне километра мы собрали целый камаз мусора. Сегодня, как вы видите, ситуация не улучшилась. Поэтому будем проводить в течение всего года просветительскую работу, объединившую усилия. Мы обязательно спасем Волгу. К экологической акции самарских депутатов присоединились коллеги 67 муниципалитетов из 11 регионов и трех республик, расположенных на Волге. От Твери до Астрахани. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. За сутки в Самарской области зафиксировали 200 случаев заболевания коронавируса. Общее число заболевших в регионе – 379 924 человека. Выздоровели за сутки 212 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 369 862 пациента. Снижение заболеваемости – не повод пренебрегать вакцинацией, напоминают медики. Почему – расскажем в сюжете. Татьяна Акимова в эффективности прививки от коронавируса не сомневается. С начала пандемии вакцинировалась как спутником ВИД, так и спутником ЛАЙД. Спустя полгода снова пришла на ревакцинацию. Дело для того, чтобы не заболеть. Потому что очень много болеющих после 65 лет, а мне уже 69 лет. Поэтому я считаю, что лучше сделать, чем потом думать и болеть. Процедура во время ревакцинации привычная. Заполнение анкеты, осмотру врача, при отсутствии противопоказаний, иммунизация. Жители Тольятти старшего поколения относятся к прививке ответственно. Я считаю, что наличие вот этой прививки, по всем, как говорится, параметрам, это очень важная вещь. Это здоровье не только наше, но и детей, и внуков. Слушать все эти подъездные разговоры возле на лавочках – это просто кощунственно. Это ни от чего не спасает. Руководство чужим мнением, тем более, надо это делать. За нами дети, за нами внуки. По данным областного Роспотребнадзора, среди людей старше 65 лет сохраняется высокий показатель заболеваемости. Это группа риска, и потому для них вакцинация – это необходимость. Основной профилактикой является против коронавирусной инфекции – это вакцинация. Кому нужно ревакцинироваться? Это те люди, которые переболели 6 месяцев и более назад. Те, кто вакцинировались уже 6 и более месяцев назад. И те, кто сдал тест на антитела 6 и более месяцев назад. Ревакцинироваться они могут любой вакцины, которая зарегистрирована на территории Российской Федерации. Медики отмечают, что те, кто сделал прививку, болеют гораздо меньше и легче переносят все симптомы. Однократная вакцинация не дает эффекта на долгие годы. Вирусы способны мутировать, и прививки учитывают возможности новых штаммов. Поэтому проходить вакцинацию нужно регулярно. Светлана Кудрявцева, события. 32 протокола за прошлую неделю составили на антимасочниках в ходе проверок общественного транспорта. В Самаре продолжают следить за тем, как жители соблюдают ковид-ограничения. На одну из проверок общественного транспорта побывала наша съемочная группа. В центре внимания автобусы, трамвай, троллейбусы и метро. Ежедневно сотрудники полиции, департамента транспорта и представители городских перевозчиков проверяют, как самарцы соблюдают масочный режим. Всего в неделю таких рейдов проходит порядка 80. Одна из проверок прошла на московском шоссе в районе станции метро Московская. Как и прежде, злостным нарушителям масочного режима грозят административный материал и штраф. Если выявляется пассажир без маски и он эту маску отказывается носить, то в отношении него вставляется административный протокол по статье 20.6.1, часть 1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, где предусмотрен штраф на физических лиц до 30 тысяч рублей. В составе межведомственной комиссии и сотрудники контрольно-ревизионных служб. Сотрудники контрольно-ревизионной службы совместно с сотрудниками полиции и сотрудниками ДНД проверяют наличие защитных средств во время поездки и в том числе наличие билеты. За прошедшую неделю в ходе рейдов сотрудники полиции составили 32 административных протокола. С начала 2022 года оформили 961 материал, а с осени 20-го, когда к проверкам подключилась полиция, в суды направлено уже 1940 протоколов. Специалисты напоминают, штраф за несоблюдение масочного режима в транспорте доходит до 30 тысяч рублей только при первичном нарушении, а при повторном до 50 тысяч. В Самарском ТТУ продолжается рекрутинговая кампания. Открыт набор на должность кондуктора и водителя трамвая и троллейбуса. О преимуществах работы на муниципальном предприятии расскажет Максим Магомедов. Уже 13 человек пополнили ряды самарских кондукторов. Из них только на прошлой неделе к коллективу ТТУ присоединились сразу 7 сотрудников. Акцент был сделан на том, чтобы набрать людей в северное трамвайное депо. Среди вновь принятых работников Максим Родин. Он недавно переехал в Самару из села Приволжье и после трудоустройства получил место в общежитии. У Максима 8-часовой рабочий день, 6 дней в неделю. Сейчас он трудится кондуктором, но уже летом планирует начать обучение на водителя трамвая. Приехал из села в поисках работы, нашел объявление. Пришел, смотрел, устроился, все понравилось. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, официальность, она всегда приемлемая. Ну и в дальнейшем стаж работы, а неофициальный, никому-то и не будет. С апреля для водителей увеличили размер заработной платы и сразу на 20%. Поэтому четверо бывших сотрудников ТТУ вернулись в строй. Они сдали квалификационные экзамены и сейчас проходят стажировку на линии. В начале мая в учебном центре ТТУ начнут подготовку 9 слушателей. Обучение организуется для желающих бесплатно. Причем на этот период, который продлится 5,5 месяцев, всем ученикам будет выплачиваться стипендия в размере МРОД. Сейчас знания и профессиональные водительские навыки в центре нарабатывают еще 3 человека. Двое из них в июне закончат подготовку. Для вновь поступивших на работу водителей предусмотрены подъемные в размере 100 тысяч рублей. Он должен отучиться у нас в учебном центре, сдать на права, потом сдать квалификационные экзамены. И после этого мы с ним заключаем наш трудовой договор. Он поступает на работу и мы ему сразу выплачиваем 100 тысяч рублей. Но понятно, что есть это условие, что в течение трех лет он должен отработать у нас по должности водителя трамвая. Действует и другая мера поддержки молодых специалистов. Это надбавка к ежемесячному заработку. Водителям со стажем до двух лет доплачивают 1500 рублей. Кондукторам со стажем до шести месяцев – 1000 рублей. Еще одним преимуществом работы является увеличенный отпуск. У водителя он составляет 35 дней, а у кондукторов – 32 дня. Всем сотрудникам ТТУ предоставляется бесплатный проезд в городском наземном электротранспорте. Максим Магомедов, Сергей Баскин. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самаргиз». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В администрации Красноглинского района прошло оперативное совещание о содержании территории в период месячника по благоустройству. Проблемные вопросы обсудили с руководителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Планируется усилить темп работы, чтобы максимально благоустроить район. До 31 октября в период действия особого противопожарного режима в границах Кировского района Самары запрещено разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных оборудованных для этого мест, а также сжигания мусора, травы, листвы, в том числе на территории организации при усадебных, садовых и дачных участках. Об этом напоминает телеграм-канал Кировского района. Департамент образования сообщает, что городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в апреле-майе проводит для детей профилактическую акцию «Лето впереди» на велосипедах и СИМ по правилам Кати и онлайн-конкурс «Велосипед мой лучший друг». Мероприятия приурочены к Международному дню велосипедиста и направлены на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В Ленинском районе провели легкоатлетическую эстафету среди учащихся общеобразовательных учреждений. Забег посвятили победе в Великой Отечественной войне. Школьные команды, которые заняли призовые места, примут участие в городском этапе соревнований 28 апреля в парке имени Гагарина. В Самаре отметили Всемирный день цирка. Для зрителей подготовили большую программу, в которой приняли участие детские цирковые студии. Для малышей организовали интерактивные площадки. Кульминацией праздника стало грандиозное шоу «Бурлеск» продюсерского центра «Королевский цирк» Гии и Радзе. В атмосферу волшебства окунулся Максим Магомедов. Конкурсы, фотозоны и оркестр в фойе, а в манеже – грандиозное шоу «Бурлеск». Мастерство от лучших артистов Королевского цирка Гии и Радзе и компании «Росгосцирк». Световые и звуковые спецэффекты, масштабные декорации и яркие образы. Воздушные гимнасты, жонглеры, акробаты и большое количество животных. В эпилоге поздравить артистов и зрителей с Днем цирка в манеж вышли заслуженный артист России Гии и Радзе и директор Самарского цирка Валерий Блинчиков. Сегодня для всех нас, цирковых людей, которые этому искусству служат верой и правдой, огромный праздник. Сегодня Международный день цирка. Я пользуясь случаем, хочу поздравить всех с этим замечательным днем. Шоу «Бурлеск» уже полтора месяца собирает аншлаги и восторженные отзывы самарских зрителей. Гастроли стремительно подходят к финалу. Осталось три заключительных представления. Увидеть выступление артистов в Самаре можно только до 24 апреля. Максим Магомедов, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. О выпуске новостей смотрите на платформе Рутюб. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин